Несоблюдение режима самоизоляции – одна из причин быстрого распространения коронавирусной инфекции. Есть случаи, когда пациенты, которые находятся на амбулаторном лечении, нарушают режим и выходят на улицу, либо посещают места массового скопления людей. Чтобы решить эту проблему, нужно создать специальный механизм наблюдения за пациентами, который лечится на дому. Об этом шла речь на совещании под руководством председателя областного правительства Виктора Кудряшова. При получении положительного теста мы должны предупредить человека под роспись административной уголовной ответственности. И отработаем в самое ближайшее время, сегодня обсудим уже алгоритм, как мы будем усиливать контроль за вот такими нарушителями. Я думаю, что надо привлекать волонтерский штаб. У нас, конечно же, в поликлинике обзванивает таких людей, но обзвон – это не всегда эффективен. Одно из решений этой проблемы – специальная горячая линия, телефон которой вы видите на экране. По нему можно будет сообщить не только о нарушениях режима рабочих дней, но и о жителях с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые не соблюдают требования самоизоляции. В ближайшее время к областному номеру горячей линии добавятся номера для каждого города и района. Граждане, которые увидят какие-то нарушения, могут по этому телефону, по вашему режиму, позвонить и сообщить о своих опасениях. Соответственно, эта информация будет доводиться до исполнителей, а это у нас органы местного самоуправления, это органы исполнительной власти по подведомственности для принятия соответствующих мер. Чтобы замедлить распространение COVID-19, в регионе также усилят контроль за соблюдением ограничений в местах массового скопления людей. В первую очередь это коснется крупных торговых центров. На каждом входе к сотрудникам охраны прибавятся полицейские либо росгвардейцы. Они будут также проверять наличие справок о вакцинации или болезни COVID-19 и составлять административные протоколы на нарушителей. Это касается не только посетителей торговых центров, но и арендаторов. Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События.